АВГУСТОВСКОЙ СИГНАЛ Всего за одну августовскую ночь 1935 года его жизнь полностью изменится. Он перестанет быть самим собой, а его имя начнет жить своей собственной жизнью. За него станут думать и работать. О нем будут снимать фильмы и слагать песни. Их в его честь даже назовут город. Но однажды придет время, и судьба жестоко отомстит своему бывшему любимцу. Отомстит за покровительство вождей, легкую славу и слабый характер. Он умрет в нищете и забвении. И только на страницах старых учебников истории времен Советского Союза сохранится имя этого человека. Его звали Алексей Стаханов. В 1935 году в Советском Союзе началась вторая пятилетка. Вся страна увлеченно строила социализм. И любой, стоящий на этом пути, мог быть сметен и уничтожен. Невыполнение плана приравнивалось к саботажу. А непонимание роли индустриализации было равносильно измене. На одном из партийных пленумов Сталин отметил «Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние за 10. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». Угольная шахта «Центральная Ирмина» была самой отстающей в Донбассе. План здесь постоянно находился под угрозой срыва. Близился конец года. Рапортовать было не о чем. Порторг шахты Константин Петров отчетливо понимал, чем все это может для него закончиться. Его партийная карьера была под серьезной угрозой. После долгих раздумий Петров принимает решение. Шахта должна прославиться на всю страну благодаря уникальному рекорду по добыче угля. И сделать это следовало любой ценой. Рекорд, конечно, готовился. Стихийно он не был. Рекорд готовился по нескольких причинам. Во-первых, шахта в тот период была, так сказать, в загоне. И на этом возник вопрос о создании такого бы якобы рекорда. Начальник шахты считал план Петрова авантюрой. Но после долгих уговоров он все-таки согласился. Правда, при одном условии. Попытка рекорда должна была состояться во внерабочее время. И Петрову предстояло взять всю ответственность на себя, в том числе и за возможный провал. Оставалось найти героя. Но это оказалось не так просто. Никто не соглашался на предложение Порторга. Дело было в том, что шахтеры не любили выскочек. Превысит выработку один, поднимут норму для всех. За такие подвиги могли и ножом пырнуть в темном углу. Некоторые специально напивались до беспамятства, лишь бы не спускаться в шахту в назначенный Порторгом час. Идти на рекорд могло означать идти на верную смерть. Петров был в отчаянии, пока не вспомнил о молодом шахтере по фамилии Стаханов. Алексей только недавно приехал в Ирмино из глухой Орловской деревни, надеясь подзаработать деньжат и реализовать мечту своего детства – купить лошадь. Петров решил сыграть на этом и пообещал Стаханову помочь с лошадью. А еще с сапогами, серьезной премией и поездкой на курорт. И Стаханов согласился, несмотря на то, что его жена была категорически против. Она с гневом восприняла это предложение, только начала налаживаться их совместная жизнь. В 1933 году родилась дочь Клава. В 1934 году родился продолжатель рода, сын Виктор. Алексей хорошо зарабатывал. Женщина не хотела, чтобы муж как-то выделялся из рабочей среды, хотела, чтобы он был такой, как все. В ночь на 31 августа 1935 года в шахты спустились Алексей Стаханов, Константин Петров, двое крепильщиков, два откатчика вагонеток и корреспондент местной малотиражки. Заранее были заготовлены пустые вагонетки, завезен крепежный лес и выбран подходящий участок лавы. С этого момента начала свою жизнь легенда, в которой нашлось место только двоим. Стаханову, нарубившему рекордные 102 тонны угля за смену, и Петрову, который освещал ему путь лампой над зоркой. А уже в 6 часов утра на экстренном заседании порткома шахты было принято постановление о поощрении рекордсмена. Стаханову выделили дом, путевку на курорт, два именных места в клубе и лошадь с пролеткой. Но самое главное постановление, что было написано в самом конце, считать рекорд Стаханова мировым рекордом производительности труда на отбойном молотке. И тем лицам, которые будут воспринимать новштыки, эти новшества считать врагами народа. На этих кадрах кинохроники можно увидеть, как усталые, но счастливые Стаханов и Петров выходят из-за боя. Их встречает радостная толпа людей. Все улыбаются и засыпают героев цветами. Но мало кто знает, что это не настоящая хроника, а кинопленка, которая была отснята гораздо позже рекордной ночи. Для постановки этой сцены специально собирали массовку. Здесь все играют заранее заученные и отрепетированные роли. На самом деле все было совершенно иначе. После рекорда встретили его и цветами, и приветствием. И он пошел домой, и его... Вся эта толпа стала сопровождать. Стаханову шепнули, что они тебя хотят убить. Но его охватил страх, и он просто побежал домой. Когда он подбежал к дому, его встретила жена. И он говорит, что за мной гонятся, хотят убить. Она его запустила в дом, посадила в кадушку из подквашенной капусты впустую, накрыла, и сама со своей цыганской решительностью, с ножом в руках вышла на порог и сказала, «А я Алексея никому не дам, кто шаг сделает, того зарежу». ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Через два дня после рекорда на последней странице газеты «Правда» появилось сообщение о трудовом подвиге Стаханова. Заметка попалась на глаза тогдашнему наркому тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе. Он сразу понял, это то, о чем говорил товарищ Сталин, почин, рожденный в низах. И с этого момента Алексей Стаханов перестал принадлежать самому себе. Он стал достоянием партии. После знаменательной публикации события развивались стремительно. Уже через месяц Стаханова и Петрова вызвали в Москву, где собрались передовики производства. Стаханов выступил с докладом, рассказав о рекорде и пообещав в ближайшее время побить его. Именно на этом съезде родилось понятие – Стахановское движение. Зал взорвался бурной овацией, когда на трибуну поднялся Сталин. Он произнес легендарную фразу – «Жить стало лучше, товарищи! Жить стало веселее!» Острословый тут же добавили – «Шея стала тоньше, но зато длиннее!» В первом ряду прямо напротив трибуны сидела жена Стаханова – Евдокия. Она еще не знала, что ее резкие высказывания в адрес большевиков уже известны Сталину. И судя по всему, то, что они разлучились, наверное, немалая вина и Сталина. Сталин сказал – ты уже рекордсмен, ты известный человек, и жену тебе надо другую. Тогда Стаханов не придал особого значения этим словам. Вернувшись из Москвы, он переехал с семьей в новый дом в Кадьевке и начал обустраивать свой быт. И тут из столицы приходит приказ – направить товарища Стаханова в Москву для обучения в промакадемии. Но он не понимал, зачем ему эта академия. Как он сможет там учиться? Имея три класса церковно-приходской школы, Стаханов с трудом читал и писал. Да и столичная жизнь была далека от того, к чему он привык и стремился. Но ослушаться Алексей не посмел. Перед отъездом в академию Стаханова развелись с его первой женой Евдокией. Было очень много слез, разочарований. Стаханов любил эту женщину и уговаривал ее, Дусенька, не переживай, я вернусь с академии, окончу, и мы с тобой опять поженимся. Тогда он еще не думал, что расстается с Евдокией навсегда. Стаханова закрутила карусель всенародной славы. Новые города, бесконечные встречи, выступления, цветы, банкеты. В Москве его ждала шикарная квартира в знаменитом доме на набережной и новый автомобиль. Его грудь уже несколько месяцев как украшал орден Ленина, а в кармане лежал партбилет, подписанный и выданный лично товарищем Сталиным. О том, как Стаханов проводил время в столице, вспоминал Константин Петров. «Приезжаем утром на завод или фабрику, выступаем в цехах. Потом обед с возлияниями, вечерние встречи с артистами, интеллигенцией, все заканчивалось тем же. И так 21 день к ряду. Мне еще удавалось уклониться, а вот Алексею не давали никакой передышки». К коммунистической системе Стаханов был необходим для того, чтобы продемонстрировать возможность реализации мечты. Кто был никем, тот станет всем. И в этом круговороте событий Алексей все реже и реже вспоминал о жене и детях. На одном из правительственных концертов Стаханову приглянулась юная певица. Его даже не остановило то, что ей едва исполнилось 14 лет. Стаханов сделал ей предложение. И отец девушки, недолго думая, приписал дочери два года и дал родительское благословение на ее брак. Так юная Галина Бондаренко стала второй женой Алексея. Узнав об этом, Евдокия примчалась в Москву разбираться с разлучницей. Она даже пыталась плеснуть ей в лицо кислотой. Но Стаханов защитил молодую жену. Оскорбленная Евдокия поняла, что Алексея уже не вернуть и уехала домой. Больше они никогда не виделись. Евдокия Ивановна завела роман с местным милиционером Иваном. Он тоже был цыган. Забеременела, сделала подпольный аборт и, к сожалению, умерла от кровотечения. Значит, по рассказам очевидцев, кто знал ее, аборт ей делала Антонина Федоровна, которая стала потом в последствии третьей неофициальной женой Алексея Ильича Стахана. У нас же была сестра-близнец жены Константина Ильича Петрова, который был в то время Парторгамшакты, Центральная Ирнина. Стаханов забрал детей от первого брака к себе. Они не сразу приняли Галину. Та была старше дочери Алексея всего на 8 лет. Но со временем Галине удалось очаровать детей, и они стали называть ее мамой. Впрочем, не только приемные дети были в восторге от юной жены Алексея. Галина нравилась многим. Когда они приехали в Москву, Галина Ивановна была очень хорошо собой. И вот когда она надела вечернее платье, и впервые они пришли на правительственный прием, в то время были курсанты, они встали и поприветствовали «Ура, ура, ура, трижды ура!» жене Стаханова. И подошел Сталин, и Стаханов первый, он такую сделал ошибку, что подал руку Сталину. А Сталин подал руку жене, и говорит, женщине подают первую руку. Подал руку, поздоровался с Галиной Ивановной, и говорит, вот такая должна быть жена у наркома. И вот тогда Стаханов струхнул. Ему было чего бояться. Какой из него нарком? Пишет с ошибками, считает с трудом. Он привык быть просто Стахановым. Ездить по городам, вручать знамена и выпивать с новоспеченными передовиками. Стахановское движение охватило всю страну. Новые герои не заставили себя ждать. Уже в середине ноября 35-го года почти на каждом предприятии появились свои стахановцы. Причем не только в промышленности. Зубные врачи обязывались утроить норму по удалению зубов. Балерины по-стахановски крутили фуэте. В театрах вместо двух пример выпускали 15. А профессора брали на себя обязательство увеличить число научных открытий. Рекордомания поразила все сферы жизни страны. При этом рекорд самого Стаханова был побит почти сразу. По-стахановски варили сталь, ткали пряжу, водили поезда, убирали хлеб и даже выпускали водку. Стараниями тюменских стахановцев крепость местной водки увеличилась с 32 до 45 градусов. Стахановское движение включились даже сотрудники НКВД, которые в ударном темпе арестовывали врагов народа и шпионов. Мерилом работы стало количество осужденных и расстрелянных. Даже знаменитый довоенный лозунг «Пятилетку в 4 года» родился именно тогда на волне повсеместного энтузиазма, вызванного успехами Алексея Стаханова. Но жить по-стахановски, быть шахтером номер один в Советском Союзе разрешено было только самому Стаханову. И с этой жизнью он не хотел расставаться. Галина Ивановна, чтобы как-то украсить внешность Алексея Григорьевича, пошла на такой решительный шаг. Она покрасила его в черный цвет и вывела ему веснушки. И вот тоже на один из приемов привела, и проходит этот прием, вдруг Сталин спрашивает, а где же Алексей? Ему показывают. Это совсем не Стаханов. Стаханова взяли быстренько под белые рученьки, увезли, побрили на лысо. И даже есть фотография, вот он выступал на одних мероприятиях, что он был лысый. Его побрили, и пока не отрос волос, он перед Сталином не появлялся. Джин, выпущенный из отбойного молотка Стаханова, оказался сущим дьяволом. Маниловская идея превратить Донбасс в зону массового ударничества лопнула, как мыльный пузырь. Резкого роста экономики благодаря Стахановскому движению не произошло. И постепенно оно сошло на нет, сохранив имена только самых знаковых фигур того времени. Но карьера крестного отца великого почина стремительно развивалась. На одном из кремлевских застолий Стаханов познакомился с Василием Сталиным. Алексей был старше его на 16 лет. Но они быстро нашли общие интересы. Об их загулах ходили настоящие легенды. Друзья ловили рыбу в аквариумах Метрополя, били бутылками витрины магазинов и носились пьяными по ночной Москве на Стахановской машине. На рестораны и алкоголь требовались все новые и новые деньги. Дружба эта заключалась в совместных встречах, в вечеринках, которые требовали больших расходов. Ну и с Василием протежировал, чтобы Стаханов попал к Сталину и попросил денег на эти все развлечения. Сталин, судя по всему, по рассказам Стаханова, относился к нему как к сыну. Очень заботлив был. Когда приходил в приемную Стаханов, сразу докладывали Сталину, он его принимал. Стаханов за пояс засовывал конспекты, чтобы показать, что он учится, старается. Сталин листал эти конспекты и спрашивал, ну, а денег тебе хватает? Он говорит, да вот, пояс держался немного. Сталин по скребышу говорил, выдели там такую сумму. он спускался вниз, довольный, где его ждали друзья, и они шли отмечать удачную операцию. КОНЕЦ 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 Когда мы с Ваською пили и разбили, наехали, говорит, на моем москвиче, то есть, на машине, на легковой, то Сталин меня вызвал, Васька, говорит, что мне, мол, по морде дал, а мне сказал, мы тебе отберем М-ку, а, М-ку, и дадим полуторку, а ее не пускают в Москву, ты по Москве не будешь на него, если будешь пристрелять. Но Стаханов не прислушался к наставлениям Сталина и продолжал вести разгульную жизнь. Однажды дело дошло до того, что после очередной попойки он проснулся на лавочке в одном из парков на окраине Москвы. На пиджаке вместо ордена Ленина зияла дыра. Алексей испугался, что этого ему уже не простят. Но на следующий день Стаханову был выдан новенький орден с прежним номером. Такого в советской истории еще не было. Казалось, симпатия Сталина к непутевому герою была безграничной, но однажды и его терпение лопнуло. В один из случаев, когда их нашли в метрополитене Москвы пьяными, привезли его к Сталину и Сталин сказал, если будешь спаивать мне Василия, застрелю. И после этого случая Алексей Стаханов как-то перестал общаться с Василием. Стаханов так испугался, что даже перестал отвечать на телефонные звонки Василия. Однажды жена сообщила Алексею, что беременна. Они поехали за покупками в ГУМ. Стаханов остался возле машины, раздавал автографы и фотографировался, а Галина одна бродила по универмагу. Внезапно ее схватили крепкие мужчины и затолкали в машину. В те годы на московских улицах часто исчезали молодые симпатичные девушки. Все знали, это развлекается Лаврентий Берия. Когда Стаханов узнал об исчезновении жены, он был вне себя от ярости и моментально перезвонил Сталину. Через два часа Галину привезли домой. Потом она рассказывала, что в приемной Берии предупредила, что является женой Стаханова. Но там только усмехнулись. Все вы жены Стаханова. Позже перед ней извинились, мол, ошиблись. После этого случая Стаханов стал личным врагом Берии. В первый же день Великой Отечественной войны Алексей попросился на фронт, чтобы бить врага по-стахановски. Но его не отпустили. Сталин сказал ему в личном разговоре, Стаханов нам нужен живой, он необходим стране в тылу. На самом деле Сталина Алексей никогда не интересовал как человек. Ему был необходим только символ, его имя, образ, созданный пропагандистской машиной. И Стаханова отправили в Караганду начальником шахты. А в 1942 году Стаханова вернули в столицу. В наркомате угольной промышленности он возглавил созданный специально для него отдел соцсоревнования и наград. Стаханов снова замелькал в кадрах кинохроники, его портреты появились на страницах газет, поднимая энтузиазм тружеников тыла. Когда война закончилась, Стаханов окончательно седает в министерском кабинете в Москве. Стаханов наслаждался жизнью. Он был известен в стране больше, чем самые именитые кинозвезды. Его особую гордость составляла дружба со Сталином, который когда-то лично проверял его конспекты в промоакадемии. Но имея приличную зарплату, машину и многочисленные льготы, Стаханов глубоко страдал от того, что его соседи жили еще лучше. Не в силах смириться с этим, Алексей написал несколько писем Сталину. Родной Иосиф Виссарионович, я вам пишу и надеюсь, что мое письмо попадет к вам в руки, а если нет, то я все-таки добьюсь своего. Я живу в доме правительства 9 лет и не могу сделать ремонт. А кое-кому оббивают стены шелком по два раза в месяц и мебель ставят всевозможную. Это неправильно. Я прошу сделать ремонт и заменить мебель, чтобы не стыдно было пригласить в квартиру гостей. Стахановские письма, Сталин распоряжался выполнять все просьбы шахтера номер один. Смерть вождя народов Стахана воспринял как личную трагедию. Он был буквально раздавлен этим, понимая, что потерял защиту одного из самых могущественных людей на планете. И предчувствие Алексея не обманули. Пришедший к властью Хрущев откровенно не жаловал сталинских выдвиженцев, кем бы они не были. Страх, который Никита Сергеевич еще недавно испытывал перед Сталиным, вынуждал его не только разоблачить культ бывшего вождя на знаменитом съезде партии, но и расправиться со всеми фаворитами предыдущей эпохи. Стаханов особенно мазурил глаза новому властелину еще и тем, что был свидетелем публичного унижения Хрущева, когда тот на правительственной вечеринке по велению Сталина отплясывал ГПК. В 57-м году, когда в Москве после съезда Морис Торез задал вопрос Хрущеву, а где вот помнишь вот тот Стаханов, который уголь крепко рубал, а как где в Донбассе, ну а можно с ним встретиться? Хрущев не зная где находится Стаханов сказал ему так, значит на следующий год приедешь и мы тебе организуем эту встречу. Живет он в Донбассе, работает там. Когда уехал Торез, Хрущев позвонил в министерство угольной промышленности и спрашивает, где Алексей Стаханов? А у нас работает в отделе социалистического соревнования Иноград. Даю вам 48 часов и чтоб Стаханов был в Донбассе. В одночасье Стаханов лишился всех московских благ и привилегий. И по воле Хрущева отправился туда, где начиналось его восхождение к славе. Приехал Стаханов в родную Луганскую область. В то время был секретарем обкома партии Владимир Васильевич Шевченко. Сказал, «Этот пьяница нам не нужен, нам не нужен, чтобы я его в области не видел». Казалось, Хрущев сделал все, чтобы слава Алексея заглохла навсегда. В газетах уже давно не упоминалось даже слово «стахановец». Его заменили на термин «ударник». Так Алексей Стаханов оказался в Чистяково, шахтерском городке, который через несколько лет, по иронии судьбы, назовут в честь Мариса Тореза. Местным начальством приезд Стаханова рассматривался как временный. Поэтому постоянного жилья ему не дали, а поселили в гостинице. Все были уверены, Алексей поживет здесь немного и снова обратно в Москву. Он и сам надеялся на скорое возвращение. Но вызова все не было. Тореза приехал, повстречались, пообщались, надо было уезжать, он уехал. Стаханов же вещички собрал улетать или уезжать. ему сказали, чтоб сиди, сегодня Торез, завтра еще кто-нибудь сидит. Его забыли. Его забыли у Торезы, он так и остался. Так он там, грубо говоря, забичевал. Никто о нем уже не вспоминал, на работу он не ходил, пил водку и тому подобное. Стаханов не ожидал такого поворота судьбы. И он сорвался. Впадал в многодневные запои, не помнил ни себя, ни окружающих. Иногда Стаханов устраивал такие пьяные выходки, что милиционеры и дружинники были вынуждены скручивать Буяна, усаживать в мотоциклетную коляску и отвозить обратно в гостиницу. Последней каплей стал окончательный разрыв с женой Галиной, которая все реже приезжала из Москвы на свидание к мужу, а затем и вовсе прекратила. Ничего таит греха. Ведь как бы там она ни была, вот любой из нас на месте Стаханова имел семью, жил в Москве, и вдруг он пришел в город Торез. Поместили его в гостиницу. Кто-нибудь когда-то поинтересовался, ведь этому человеку, у которого была семья, который был семейный какой-то очаг, а теперь его как затворника одного. А потом мы говорим обвиняем, что он стаканул, что он пьяница. Да он не больше пил других руководителей, которых я знал и видел. Создавалось впечатление, что Стаханов, как сорвавшийся клеть в шахте, летит в ствол и вот-вот погибнет. Он был одинок и затравлен словно волк. Его понизили в должности и отправили на окраину Тореза помощником главного инженера шахты. Алексею дали квартиру в небольшом домике на две семьи и забыли о нем почти на 10 лет. Однажды случайный прохожий узнал в лежащем под забором пьяном человеке Алексея Стаханова и рассказал об этом случае журналисту местной газеты. Говорит, Игорь Петрович, корреспондент, моя мамка была Стахановкой. И мне сейчас дуже боляче, что это Стаханов, чем я гордился, как духовный отец, грубо возвышенно говоря, моей мамке зал лежит и звонит об истинный под забором. Едем туда, приходим, езжаем, встаем, не доходя несколько там, значит, десятков метров не могут дойти до дома. Алексей Григорьевич лежит такой дощан, такой заборчик тщедушный и лежит он, и там же пацанва, как всегда, у него по карманам пошарила и один из них на него писает. Ну, мы ее подняли, пришли к нему в его финский домик, этот, недалеко было, открываем дверь, а веранда финская, он выбрасывал всю жужевку, как мы говорим, шлаки, прямо в веранде, что мы еле открыли дверь. Открываем, отодвинулись, заходим в комнату, в зал, ничего нет. стоит вот такая кровать, убитый в блин фуфайка, а с этой стороны вот так же, как вот этот шифонер, шифонер, еще старинного, когда вот такие огромные зеркала были, в двери делали. Вместо зеркала картон вставлен, я так изюнившись, думаю, ну все-таки журналист в манисплетнике приоткрыл, ничего нет, даже бутылки там не было, он все пропил. Стали эту квартиру менять, мебель, его искупали, значит, белую нейлонную рубаху мы тогда поехали, мы его выбрали. Из Донецка позвонили Константину Петрову. В то время он был первым секретарем горкома партии в Кадеевке. Через несколько часов Петров приехал в Торезу. Он не мог поверить рассказам Игоря Авраменко и всю дорогу от Торезы до шахтерского поселка молча смотрел в окно автомобиля. В официальной версии встречи Петрова со Стахановым говорится, что они обнялись, крепко пожали друг другу руки и долго вспоминали счастливые дни 1935 года. Но свидетели утверждают другое. А мне вот когда они столкнулись в драку не пошли Стаханов с Петровым. Вот тут мы многое узнали. Стаханов обвинил Петрова в том, что бывший порторг шахты Центральная Ирмина поломал его жизнь. В том, что его сначала возвысили до заоблачных высот, а затем швырнули в пропасть. В том, что Петров за несколько месяцев до рекорда исключил Стаханова из кандидатов членов ВКПБ за вопиющую политнеграмотность. Наконец, Стаханов напомнил Петрову об аресте и расстреле начальника шахты, который сомневался в целесообразности рекорда. Когда же речь зашла о странной смерти первой жены Стаханова Евдокии, Алексей окончательно потерял рассудок. Он бросился на Петрова с кулаками. После продолжительной потасовки Петров сообщил Стаханову о цели своего визита. Они должны были отправиться в Донецк для того, чтобы успокоить общественность, встревоженную судьбой бывшего героя. И когда мы его уже привели, так сказать, христианский вид, повезли в Донецк, стали крутить ему как он, значит, рекорд, как кинофильм, как его в Москву везут, и он держится за поручни вагона, ветер этот светлый чуб, так ему, значит, треплет на всякой остановке, цветами забрасывает. Я сам волнуюсь, когда вспоминаю вот этот перед. Ну и когда включили свет, рядом со мной сидел плачущий старик. Теперь, после долгих лет полного безразличия к судьбе Стаханова, Константин Петров решил помочь Алексею. Он вспомнил, что в медпункте одной из Торецких шахт работает сестра его покойной жены Антонина. Та самая Антонина, которая в юности была безответно влюблена в Алексея. Он начал рассказывать, чего приехал, вот, а потом сказал, вот, видишь, мы садимся вот тут кушать, чисто у тебя, хорошо, а вот был сейчас у Алексея, а там и грязный, и непостиранный, и непоглаженный, в квартире, понимаешь, не убрано, ты хоть бы иногда там ходила бы туда, там убрала, постирала ему, ты же его знаешь, а она знала его еще с довоенных времен, вот. Ну, она говорит, ну, я поняла твой намек, а чего ж ты тогда его не взял с собой. Были свидетельства, что в 16 лет он изнасиловал эту Антонину, а она в него влюбилась. И впоследствии все-таки она приехала и ухаживала, жила с ним. Может быть, в отместку, может быть, от сильной любви. Антонина переехала жить к Стаханову и постепенно привела в порядок его дом. Она помогла Алексею избавиться от непутевых друзей, и жизнь Стаханова постепенно стала налаживаться. Неожиданно о забытом герое вспомнили и в Москве. И мой коллега, журналист, всесоюзное радио, Матвей Норинский, сделал передачу, радиопередачу о том, что как же так? Доярка, значит, передавая, получает героя за надои молока, там, скажем, шахтер, там, тоже герой, а знаменатель, известный на всю страну шахтер, имел только орден Ленина. Ну и, значит, вот эта передача возимела действие. Брежнев был удивлен не тем, что Стаханов все еще жив. Его поразил факт, что Алексей до сих пор не стал героем социалистического труда. Шел 1970-й год. Страна отмечала столетие со дня рождения Ленина, а в августе исполнялось 35 лет Стахановскому движению. К этой дате и решили наградить Стаханова золотой звездой и вторым орденом Ленина. Когда Алексей узнал об этом, он наотрез отказался ехать в Москву. Первый раз в жизни пошел наперекор воле партии. Пусть приезжают сами. Сказал, как отрезал. И начальство приехало в Торез, во главе с первым секретарем ЦК компартии Украины Петром Шелестом. Когда Стаханову вручали золотую звезду, он с горечью прошептал «Долго же ты ко мне шла, дорогая». Но однажды съездить в Москву все-таки пришлось. Делегация из Донбасса во главе с Петровым и Стахановым была приглашена на торжественное собрание в честь юбилея Стахановского движения. В Кремлевский дворец съехались передовики производства страны, в том числе и те, кто в 30-е годы начинал это движение. Все общались друг с другом, вспоминали былые победы, обнимались и плакали. И только Стаханов избегал встреч со старыми друзьями. Смотри, вон, сестры Виноградовы, Бусыгин, вот эти вот все, давай подойдем. И он, значит, мать-перемать и не захотел. Ему было стыдно, что они все-таки удержались, а он своей слишком от этой размашистой, забулдыжетской русской натурой грешной, он сам себя уронил. Тут он понимал свою вину. Журналисты искали возможность попасть к Стаханову в надежде получить интервью. Правда, лишь единицы знали, как нужно поступать, чтобы этого добиться. Я тогда работал на студии телевидения, взял свой репортер, репортер 2, 5-килограммовый, и поехал в Торрес. Нашел тут улицу, дом, где он живет. Это был небольшой коттеджик такой, над две семьи. Ну, подхожу туда, звоню, дверь не открывается. Второй раз звонок, опять тишина. Смотрю, в окне занавеска поднялась голубенькая, и в окне появился человек Стаханов. Улыбка Стахановская, я его сразу узнал. Ну, поставил магнитофон, настроился я, вот, значит, а я знаю, что Стаханов, он на разговоре не очень, очень тугой. И я написал ему готовый текст. Задаю ему вопрос, а текст он читает, читать должен и отвечать. Ну, вот, значит, посадил его вот так на стул, сел он и, значит, задаю ему первый вопрос. Ну, в таком плане, что, Алексей Григорьевич, ваше имя знает весь мир, люди интересуются вами, значит, прошло там столько лет, а все равно вы там на слуху, и, значит, как вы сейчас живете? А он должен отвечать, читать по бумажке, что, вот, я живу, как и все, работай на шахте и дальше по тексту. Но Алексей Григорьевич мыкнул что-то такое и ничего не получилось. Я, значит, заново, да вы не волнуйтесь, да то-то, все, значит, опять включаю магнитофон, тык-мык, ничего не получается. И вот, знаете, как вот кролики, точно такая ситуация. Вот я час битый с ним возился, ни одного стахановского слова на пленке. Потом он разозлился, встал, резко побежал туда на кухню, слышу, скрипнул холодильник, потому что-то забулькало. Через время, значит, выходит стаханов, порозовевший, подходит, садится на стул, включая, говорит, свой мотор. Стаханову было тяжело возвращаться к роли героя. Его, как и в молодости, приглашали на предприятие и в учебные заведения, где он снова сидел в президиумах. Люди, которые еще год-два назад обходили Стаханова стороной, теперь навязывались поздравлениями и приветствиями. Каждый хотел побыть рядом с героем, послушать его рассказы о стахановском движении. И, естественно, каждый хотел с ним выпить. Во время таких встреч к Алексею прикрепляли специального человека, который отвечал за то, чтобы герой не ударил в грязь лицом в прямом и переносном смысле. С инструктором политчасти Донецкой, Донецкого УВД, должны были привезти Стаханова домой. Ну, садили его там, машину впереди, а мы сидим сзади. Ну, я по дороге едем, я говорю, Алексей Григорьевич, вы там со Сталином встречались, расскажите, как это все происходило. А он так вот приподнимается на сиденье и руку тянет к заднему карману, туда, к кармашку, и говорит, я вас всех сейчас перестреляю. Приехали, заходим туда, уже поздно, вечером, уже поздний вечер, заходим к нему во двор, стучим, выходит жена в комбинашке, подходит к машине, посмотрела на муженька и говорит, везите его туда, где напоили. В ту ночь после приступа белой горячки у Стаханова случился инсульт. Его еще долго возили по разным больницам, пытаясь привести в чувство. Но Стаханову с каждым днем становилось все хуже и хуже. Итоговый диагноз гласил рассеянный склероз с частичной потерей памяти и речевых функций. Последним его пристанищем стала психиатрическая больница в Донецке. Ему выделили там специальную комнату, обвесили ее коврами, поставили ему там телевизор. И, вернее, он лежал в отдельной палате, это комната была. И когда приезжали журналисты, то его заводили в эту комнату, прилично одевали и вот показывали, что вот у нас на лечении лечится герой соцтруда, известный Алексей Ильич Стаханов. Но и в больнице Стаханова не оставляли в покое бесконечные делегации. В полусознательном состоянии он выслушивал рапорты командиров строительных отрядов, вручал переходящие красные знамена, принимал в пионеры, ставил подписи под всевозможными обращениями. По вечерам Стаханов любил выступать перед больными с рассказами о стахановском движении. Он мог говорить об этом часами, и пациенты клиники, словно на пленуме партии, аплодировали ему, стоя по 10-15 минут. Его разум уже давно не слушался когда-то сильного тела. Стаханов перестал даже узнавать своих родных. Дочь Аллу он путал с сыном Виктором. Врачи жаловались, что после каждой такой встречи Стаханова нужно было интенсивно восстанавливать. А тут подоспел очередной юбилей стахановского движения. Стаханову привезли его пиджак со звездой, геройской там, медали. Ну, значит, одели его, приодели, и, значит, проводят мероприятие, посвященное 40-летию стахановского движения. Собрались там врачи, медсестры, ну и больные, которые, так сказать, в состоянии, так сказать, присутствовать на этом мероприятии. Вот вводят Стаханова. Он идет бледный, какой-то осунувшийся, и идет, он смотрит в одну точку. По-моему, он и не соображал, куда его ведут, что это такое. Вот он пришел и идет прямо к трибуне, то есть к президиуму. Это же его любимое место. Всю жизнь он там только сидел. Люди разговаривали, а он сидел и клопали. Так вот он пришел, посадили его там. И вот он сидит куда-то смотрит вдаль, не обращая на что-то, тут разговоры, то, все, значит, вручает цветы, а потом вроде он чуть-чуть аж очнулся вроде от чего-то. Вот взял цветы, взял подарок, значит, улыбнулся, приподнял вот так руки, значит, поприветствовал в зал и сел. А вообще, он с сыном Виктором пооткровенничал и сказал так, что если бы вернулось все на круги свои, вот, да, я бы хотел бы, не хотел бы этой славы, которая была там, я хотел бы жить нормальной жизнью. Но он уже ничего не мог вернуть. Не ту роковую августовскую ночь 35-го года, когда, поддавшись уговорам Петрова, спустился в забой для установки феноменального рекорда. Привыкший к принципу брать от жизни все, Стаханов не мог вернуть любовь женщин, которым он искалечил жизнь. И сам, сломленный как личность, он уже не помнил, каким он был до того, как его жизнь изменилась на 180 градусов. Изменилась сказочно, фантастически. Когда-то его слава не уступала Юрию Гагарину. Но в отличие от знаменитого космонавта, Стаханов не мог остаться в истории, как выдающийся человек. Он всегда был игрушкой в руках дьявола, обычным винтиком командно-административной системы. И понимание этого пришло к нему слишком поздно. Осенью 1977 года Константин Петров в очередной раз приехал в Донецк по партийным делам. Встретился с передовиками, записал интервью на телевидении. А вечером вместе с сыном заглянул в больницу к Стаханову. И произошло то, чего не ожидал ни один врач. Уже ни на что не реагировавший Стаханов внезапно пришел в себя. Врач был настолько удивлен, что Стаханов вспоминал буквально все детали жизни совместной Петровой, шахты. Он вспоминал друзей. Он вспоминал такие моменты, которые... Ну, даже отец говорит, я сам не знаю. Он их знал, а отец не знал. Вот. Вот у него все в памяти восстановилось. И когда мы уехали, то врач сказал, я боюсь, я говорю, что будет раение. И она случилась. И он позвонил ему поздно вечером, я говорю, вы знаете, я не знаю, что делать, вы приезжайте снова. Потому что Стаханов неуправляемый. Он просто... У него нервный стресс был. И он после этого шок у него... Во-первых, сцена прощания была такая, что не передать это. После отъезда отца он там побил все, что мог. Он кричал, верните мне кости, верните мне кости. Только двойная доза успокоительного смогла остановить разъяренного Алексея. К утру его палату привели в порядок, пациенты позавтракали и привычно потянулись в Ленинскую комнату смотреть телевизор. Вместе со всеми побрел и Стаханов. Никто не заметил, как он поскользнулся на мокром полу, упал, ударился головой и потерял сознание. Через два дня Стаханова не стало. Его похоронили на городском кладбище Тореза. Вскоре могила Алексея заросла травой и место погребения шахтера номер один не могли указать даже работники кладбища. В конце 90-х годов 20-го века молодой шахтер, приводя в порядок могилу своих родственников, обратил внимание на заброшенный участок. Он выкорчевал траву, собрал сухие ветки, очистил от грязи табличку и не поверил своим глазам. Это была могила Алексея Стаханова, забытого героя эпохи строительства коммунизма. Человека с искореженной судьбой, последнее пристанище которого оказалось обречено на забвение так же, как и вся его жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok